КФЛ 2019 Итоги защитникам команды с Мурадом Аваровым. Мурад, первые эмоции после этого напряженного матча? Первое, что, конечно, обидно проиграли. Вели по счету 1-0. В принципе, я думаю, должны были доводить до победы. Но, не знаю, как-то игра сразу перевернулась с нашим забитым мячом. И тут же уже начали гореть 3-1. Не знаю, пока с чем связано. Не могу сказать честно. Пока эмоции такие непонятные, конечно, как бы обидно, если честно. Вроде как все получалось. Магадов забил красавца. И после этого в концовке, именно в концовке первого тайма, два удара и два добивания от Кайзера. Как, почему дали добить? Хотя, вроде как, опять же, все складывалось абсолютно спокойно. Ситуацию контролировали. И, по сути, у Кайзера до того особо моментов-то и не было. Да, я же говорю, вроде бы мы контролировали игру, забили. Но вот два удара. Не хочется, конечно, винить вратаря. Там, не знаю, его мяч или нет. Оба. Ну, как бы два добивания. На самом деле человек бьет, и он же добивает. Не знаю, будем смотреть, как бы, да. Кто не доработал. Или это просто такой случайный, знаете, просто случайность какая-то. Или как. Не знаю, как объяснить. Ну, обидно. Мурат, скажите, а вот получается, что вот то, что вы открываете счет матч, значит, не совсем даже положительную вещь, играя для вашей команды. Уже были такие, вернее, достаточно часто такое встречается с вашей командой? Или все-таки это исключение из правил сегодняшней ситуации, когда вроде вели, игра дается, а в итоге уступаете? Знаете, я человек в команде новый, и честно не могу вам сказать, как было до этого. Но, допустим, на этом турнире, да, вот, как бы, первую игру вроде тоже ввели 1-0. Сейчас второй раз, не знаю, честно. Это такая... Неприятная тенденция получается. Либо это такое стечение обстоятельств, да, либо, как бы, уже закономерность. Но я думаю, конечно, это первое, все-таки, я думаю, это как это, случайность какая-то. Наверное, так. В целом, как вам организация турнира, как уровень соперников? Знаете, много слышал об этом турнире уже не первый год, но участвую здесь первый год. Конечно, организация на высшем уровне, это почувствовал на себе. Вот видите, какие погодные условия. Погода на высшем уровне, ай, у меня тёпку летела. Погода, конечно, ну все, почувствовали, да, все понятно. Но все равно еще есть игры, только о победе, естественно, будете думать. Ну, конечно, нам нужно последнюю игру выиграть, кровь из носа, будем делать все для этого, поэтому посмотрим. Будем настраиваться в любом случае. И завершающий вопрос. Удачно очень сложился прошлый КФЛ для махчикалинских команд. Быть может, стали как раз больше настраиваться и сейчас не давать, что называется, разбежаться, не давать показывать свою игру ребятам из Дагестана? Я думаю, однозначно, люди уже знают, что есть такие хорошие команды из Дагестана, тем более одна из них была финалистом в прошлом году. Я думаю, однозначно, люди знают это и настраиваются, но это ни о чем не говорит, как бы все играем, это футбол. Ну что ж, КФЛ продолжается. Мурат Амаров, Олег Масалев, Дмитрий Лосев специально для вас.